здравствуйте с вами людмила продолжаем подбирать цветовую гамму я взяла 7 бисеринок и прохожу две бисеринки снизу вверх я беру бисеринку и закрываю столбик прохожу три бисеринки вниз слышу фунтик проснулся муж мы развлекает его надеюсь он ко мне не попросится он ты прошла вниз беру одну бисеринку и 2 вверх я подвела 4 бисеринки и 2 бисеринки вверх одна бисеринка и 3 вниз одна бисеринка 2 вверх цветная бисеринка сначала 4 чувствуется фунтик меня уже отвлекает подвожу к работе 2 вверх опять цветная 3 вниз 1 вверх вот я расставляю как тут белые с двух сторон белые бисеринки я тут вот бирюзовые вставила и с другой стороны также будет бирюзовые но сейчас я хочу вам показать еще один вариант когда я поменяю бисеринки не на белую или бирюзовую а местами плетет от также только цветовая гамма немножко другая будет хочу вам этот вариант тоже показать я подвела 4 бисеринки 2 вверх то что я сейчас буду менять цвет бисера техника не меняется вот мне нужно закрепить столбик я беру розовую бисеринку и прохожу 3 вниз беру фиолетовую основной цвет бисера 2 вверх беру 4 бисеринки основного цвета и подвожу к работе прохожу две бисеринки снова розовую я взяла закрепляю столбик 3 вниз снова фиолетовая 2 вверх 2 вверх я подвела 4 бисеринки я тут немножко уже не так подробно рассказываю вы можете предыдущие ролики посмотреть там я все подробно а тут я хочу только показать как работать с разным цвета бисера розовая 3 вниз основной цвет 2 вверх подвела 4 2 вверх сейчас я покажу без цветного бисера я просто на одном образце это показываю я думаю что это все будет понятно вам вот теперь я сделаю фиолетовый я взяла фиолетовый и 3 вниз видите техника не меняется меняется только когда я укрепляю столбик прохожу 3 я меняю цвет бисера основной 2 вверх прохожу 2 бисеринки 1 фиолетовая нет надо закрывать фиолетовый до правильно и 3 вниз закрываем столбик 3 бисеринки и 1 вверх 2 вверх 1 взяла я думаю достаточно вот я меняла бисеринки которые закрепляла теперь я буду плести вторую сторону отрезаю просто ниточку оставляю кусочек и обрезаю я взяла 6 бисеринок подвожу к работе прохожу 2 бисеринки беру бирюзовую и прохожу 5 бисеринок беру фиолетовую прохожу 2 у меня галочка внизу будет фиолетовая а можно сразу розовую начать с розового я вот здесь фиолетовую а сверху сделаю петельку розовый и так это все можно сейчас я распущу и покажу еще один вариант ну вот он мне как то нравится когда вот тут фиолетовые но сейчас я покажу именно как начать сразу с розового я взяла 6 бисеринок розового цвета и прохожу 2 вверх у меня бирюзовая значит а взяла закрыть столбик бирюзовую бисеринку но прохожу 5 бисеринок прошла 5 так как у меня ниточка вышла фиолетовая я взяла фиолетовую бисеринку и прохожу 2 бисеринки тут я бисер не набираю а заимствую беру с левой стороны одну бисеринку и прохожу через 2 розовых я подвела 4 бисеринки 2 прохожу иглой в эту сторону если в эту то узелок будет беру бирюзовую закрепляю столбик прохожу 3 бисеринки вниз заимствую бисеринку и сразу прохожу через розовые и набираю опять 4 бисеринки набрала 4 подвожу к работе две бисеринки вверх чайки поют с одной стороны хотя у меня окно закрыто фунтик мяучит с другой стороны ну прям окружили меня беру бирюзовую и закрываю столбик прохожу 3 бисеринки заимствую слева бисеринку обратите внимание что неважно какой цвет мы всегда будем брать бисеринку слева я вам объясняю чтоб легче запомнить техника хорошая быстро прибавляет и несложная 4 бисеринки подвела 2 вверх так как я здесь поменяла на розовый бисер я здесь взяла фиолетовую бисеринку и закрепляю столбик прохожу 3 бисеринки вниз с фиолетовой бисеринкой теперь берем фиолетовую слева и проходим 2 розовых справа прохожу 2 бисеринки вверх беру фиолетовую 3 вниз заимствую бисеринку слева и 2 розовые вот я проплела теперь сделаю одинаковые беру розовую такого основной цвет прохожу 3 вниз закрепляю столбик беру одну бисеринку слева и 2 справа подвела 4 бисеринки 2 вверх иглой одна бисеринка закрепляю столбик 3 вниз одна бисеринка слева 2 справа вот я вам говорила про два варианта и так и так можно кто видел все мои ролики смотрите тут три фиолетовых тут 2 роз розовых и если я сейчас буду заимствовать бисеринку то у меня не ровно получится поэтому я так как мне нужно сделать петельку я беру розовую бисеринку и прохожу через две розовых чтоб симметрия было теперь надо видите 3 и 3 можно одного цвета то что я говорила и вот как я показывала здесь фиолетовые галочка фиолетовая то петелька розовая вот так мне нравится но я вам два варианта вот это показала я набрала 2 розовых 2 фиолетовых можно одного цвета как хотите прохожу 3 бисеринки я петельку делаю 3 бисеринки и иду по кругу закрепляю и вот по кругу внизу тоже можете пройти несколько раз чтобы закрепить мне это плетение нравится потому что несколько раз прохожу по бисеринкам ниткой тогда бисеринки хорошо держится плотненько мне очень нравится это плетение потому что десятка бисер мелкие а прибавляет хорошо я вам медленно показываю но очень хорошо прибавляет и вот прямо как ткань получается я нашла до ниточки и завязываю два-три узелка и прячу нитку и обрезаем вот такие варианты не обязательно такой сорти делать я просто вам показываю как можно играть с бисером с цветом или вот так концы поменять местами фиолетовые с розовым или вот так выбирайте любой вариант и одеваем карабинчики или замочки на одну сторону и на другую и браслет готов двухцветный до свидания